МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Наринмаре обсудили возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ. В обучающем семинаре, организованном при поддержке аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе, приняли участие руководители и специалисты региональных органов власти, местного самоуправления, предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы округа, а также потенциальные инвесторы. Ключевой темой встречи в Наринмаре выбрали жилищно-коммунальное хозяйство региона. И это не случайно. Эксперты рабочей группы по вопросам государственно-частного партнерства, стратегического партнерства Северо-Запада отмечают, что сфера ЖКХ находится в сложном положении. Износ коммунальных сетей в среднем по России составляет 60%. В некоторых муниципальных образованиях он достигает 95%. Вообще, государственно-частное концессионное соглашение в рамках государственно-частного партнерства приняло такую лавинообразную форму, я бы так сказала, после изменений в законодательстве 2016-2017 года. Вот, например, в 2014 году было всего 281 заключено соглашение, в 2018-2081. То есть 18 раз за 4 года выросло количество соглашений. И из них соглашение по государственно-частному партнерству 98% – это соглашение именно в жилищно-коммунальном хозяйстве. Выездные семинары по вопросам применения механизмов ГЧП реализуются по запросу регионов. Они уже прошли в Архангельске и Карелии. Главная задача проектов – не только вооружить специалистов актуальной информации, но и привлечь в субъекты округа средства на обновление инфраструктуры. Концессии и договора в концессии – это договора совершенно иного рода. К ним еще придется привыкать. Если в договорах государственной закупки органы власти выступают как старший брак, как большестоящая инстанция, которая может диктовать какие-то условия, то в данном случае это договор партнеров, участников равновеликих, каждый из которых участвует в этом проекте и денежными средствами, и ответственностью, и рисками. Здесь нельзя сказать, кто более велик, кто менее велик. Это равновеликие партнеры. Поделиться опытом внедрения механизмов государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ в столицу округа приехали и представители Республики Карелия. Там эти механизмы работают уже не первый год. Основная доля приходится на водоотведение. Благодаря проекту удалось добиться значительного повышения качества воды в регионе. Сложившиеся на сегодняшний день условия возврата вложенных в модернизацию нормальной инфраструктуры средств у нас в республике, так же, как и в других субъектах, такие же регуляторы, с которыми нам точно так же приходится находить, приходить к консенсусу, то есть объяснять, что без гарантии возврата средств модернизировать инфраструктуру коммунальную невозможно. Представители Института проблем предпринимательства в ходе встречи познакомили собравшихся с документами, регулирующими отношения государства и инвесторов, а также с регламентом по проведению конкурса по заполнению концессионных соглашений, которые помогут улучшить качество предоставляемых услуг и снизить затраты бюджетных средств в сфере ЖКХ. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Завершать строительство молодежного центра в Наринмаре будет компания «Версоэм». Она признана победителем электронного аукциона. Стоимость контракта по итогам торгов составила 253 миллиона рублей. Средства предусмотрены в окружном бюджете. «Версоэм» стала единственной организацией, принимавшей участие в закупке. Согласно контракту, завершить строительство молодежного центра планируется не позднее 30 октября 2020 года. В первую очередь подрядчику необходимо будет произвести визуальное обследование, конструкция объекта и выявить возможные отклонения и дефекты. Здание молодежного центра будет четырехэтажным, включая цокольный этаж. Предполагается также обустроить автомобильную стоянку площадью. В танцевальном зале планируется выполнить устройство трансформирующихся перегородок на всю высоту этажа. Также подрядчик должен будет выполнить работы по благоустройству территорий, включая наружное освещение здания и автостоянки с светодиодными светильниками. Возобновить строительство здания молодежного центра ранее профильному окружному ведомству поручил глава региона Александр Цибульский. Аварийные и расселенные дома Наринмара будут под круглосуточным наблюдением. В ноябре на этих зданиях установят камеры видеонаблюдения. Они позволят обеспечить сохранность муниципальной собственности и предотвратить попадание в них посторонних лиц. Это будут всепогодные камеры видеонаблюдения, которые будут снимать и в ночное время. Их установят на фасаде дома или на фонарных опорах. Все данные будут храниться в облаке, и в любой момент их можно будет достать и просмотреть. Срок хранения данных – три дня. Как пояснили в МКУ, камеры будут устанавливать на расселенных или полурасселенных строениях. По управлению городского хозяйства уточнили, установка камер – это в первую очередь вопрос безопасности. Их работа и опасна, и трудна. 5 октября службе уголовного розыска МВД России исполняется 100 лет. В этот день в полиции округа чествовали ветеранов ведомства, а также действующих сотрудников. Им вручили нагрудные знаки и медали в честь юбилейной даты, а также отметили почетными грамотами и благодарностями за добросовестное исполнение служебных обязанностей, профессионализм и личную дисциплинированность. Погони, допросы, расследования. Они раскрывают самые сложные преступления – от краж до убийств. Только с начала этого года сотрудниками уголовного розыска Ниньского округа задержано 177 преступников. Как считают оперативники, Заполярье – это особая территория, и нести службу здесь сложнее. Но, несмотря на сложности, чаще всего с поставленными задачами справляются. Есть, естественно, ряд специфических особенностей, связанных с труднодоступностью, удаленностью населенных пунктов, отсутствием развитой инфраструктуры, транспортных сетей. Но сотрудники с ними справляются, преодолевая их. В зимний период времени добираются до происшествия с использованием снегоходной техники. В летний период времени – это авиасообщение. На местах происшествия приходится надеяться, как правило, на собственную интуицию, смекалку, на свои собственные силы и сотрудника, который находится с тобой рядом. Умение анализировать ситуацию, перевоплощаться, принимать быстро, порой неординарные решения, при этом оставаясь верным себе и своему долгу – это лишь часть тех качеств, которыми обладает настоящий сыщик. Так считает и Александр Долгов. В профессии он 15 лет. Преемственность является одним из основных принципов для зарождения, так скажем, хорошего сыщика. Пенсионеры, которые прошли определенный путь разыскной деятельности, безусловно, помогают и в настоящее время подсказывают молодым сотрудникам, какими качествами должен обладать настоящий профессионал, настоящий сыщик. Ветеран уголовного розыска Алексей Попов не один десяток лет отработал в органах. Сейчас охотно делится опытом с молодыми сотрудниками. Как считает бывший сыщик, настоящий оперативник – это универсал, которому все по зубам. Его прямая работа – раскрыть преступление и задержать преступника. Для этого требуется не только умение быстро бегать и отлично стрелять, но самое главное – найти психологический контакт с человеком. Прежде чем разговаривать, надо потенциально это осветили, надо с ним психологический контакт остановить. Вот это самое сложное. Если, допустим, человек пожилой, посвящали один из вариантов, обычный. «Здравствуйте, я оттуда-то. Вы ничего тут не слышали, не видели, что у вас тут произошло?» Так никто ничего не скажет, как правило. А если поинтересовались здоровьем, то мы, как у вас, соседи, туда-сюда, и потом подвести к интересующему вопросу, то, как правило, всегда людей помогают. Работа сотрудников уголовного розыска очень опасна, но чрезвычайно необходима. Хотя и не всегда видна обычному человеку. Сотрудники этого подразделения – одни из первых встают на пути у преступников, охраняя жизнь и покой жителей и гостей округа. Александр Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в октябре проведет всероссийское исследование компетенции учителей. В ней примут участие около 18 тысяч педагогов из 45 регионов. Решения об участии в исследовании регионы принимали на добровольной основе. На территории Ненинского округа планируется участие 61 учителя в исследованиях по разным предметным областям. В регионах будут организованы специальные площадки для выполнения заданий, разработанных на федеральном уровне. В рамках исследования будут проверяться знания в области преподаваемых педагогами предметов. Кроме того, им предстоит заполнить анкету, направленную на выявление психолого-педагогических качеств. В исследованиях примут участие учителя по истории, математике, информатике, русскому языку и литературе, обществознанию, праву, экономике. Предметом «Россия в мире» – родной язык и родная литература, основы духовно-нравственной культуры народов России. По словам организаторов, исследования будут продолжены в 2019 году. Сегодня тысячи первокурсников по всей стране дали клятву студента. Во многих средних и высших учебных заведениях России прошли торжественные церемонии посвящения. Не остался в стороне и Ненинский округ. Наша съемочная группа побывала в Ненинском профессиональном училище. В этом году образовательное учреждение традиционно распахнуло свои двери новым студентам, будущим модельером, сварщиком, нефтяником, дорожником и цветоводом. У Ненинского профессионального училища есть очень давняя и добрая традиция. Новобранцев учреждения они посвящают не только в студенты, но и в резерв квалифицированных рабочих кадров Ненинского округа. Сегодня 100 первокурсников торжественно дали клятву с достоинством нести почетное звание. Среди них Виктория Кириченко. Девушка – будущий дизайнер. В этом году в НПУ впервые ввели направление конструирования, моделирования и технологии швейных изделий. «Создавать одежду для людей, на заказ шить ее, чтобы людям нравилось, что я делаю, и в будущем стать уже модельером высокого уровня». Хочет стать специалистом высокого уровня и еще один первокурсник Андрей Канев. Молодой человек получает профессию нефтяника. «Да, я хочу отучиться на среднее, а потом идти на лучшее». «Какие уже оценки успела получить?» «Пятерки, четверки». «Рудно учиться?» «Нет. Я это все понимаю и знаю. Для меня это легко учиться. Помогаю одногруппникам своим». «Сегодня посвящение, так скажем, в профессию. Какие чувства ты испытываешь?» «Волнение». «Почему?» «Первый раз посвящаюсь студентов». В этом году Ненецкое профессиональное училище впервые осуществило полный набор по профессиям, входящих в топ-50 Минтруда России в направлениях сварщик, машинист дорожных и строительных машин, переработка нефти и газа, конструирование, моделирование и технологии швейных изделий. Новые программы обучения соответствуют современным образовательным стандартам. Срок обучения 3 года 10 месяцев. Вообще профучилище можно по праву назвать кузницей рабочих кадров. «И кроме того, что они получают общую квалификацию по диплому, они получают еще набор рабочих профессий, которые сегодня востребованы в регионе». «Есть студенты, которыми можете похвастаться, выпускники?» «Ну, здесь не разложно сказать, кого-то вот так вот выделить, но есть выпускники, которые в политике, есть те, когда целым курсом ушли в Афганистан, вернулись, и сегодня они входят в братство «Щит». Есть во всех учреждениях, куда бы ты ни пришел, на предприятие, везде есть наши выпускники. А отзывы у работодателей, а наших выпускников, поверьте, очень хорошие». За всеми этими успехами студентов стоит многодневный, кропотливый труд мастеров и преподавателей. Кстати, и они сегодня тоже виновники торжества. Ведь 5 октября в России отмечается День учителя. Среди тех, кто уже не один год трудится в стенах учебного заведения Эльвира Михайлова. Ну, говорят, что все равно ты, когда работаешь с молодежью, сам становишься молодым, креативным. Ну, это правда, я так думаю, да. Всегда в последних, в последние тенденции и моды, и музыки, и фильмы, они все-таки дают молодость, какие-то новые веяния. То есть от них тоже чему-то учишься? Да, да, конечно. Мы учим, а они тоже нас учат, тоже. Жалко вот расставаться с ними, вот все равно воспитываешь, воспитываешь. Конечно, конечно. Все равно в части столько энергии и сил, и бывает и хорошее, и плохое, и воспоминания, и, конечно. Что пожелаете своим студентам? О, терпение, терпение, здоровье, мудрости тоже. Самое главное – здоровье. Будущие рабочие кадры округа с посвящением студенты поздравили представители власти, заслуженные работники образовательных учреждений, ветераны педагогического труда, мастера производственного обучения и другие почетные гости. Любовь Примякова, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север». В воскресенье на сцене Дворца культуры Арктика пройдет представление «Прикасаясь сердцем к подвигу». Оно посвящено 75-летию победы в Сталинградской битве. В масштабной театрализованной постановке задействовано более 100 участников. Подробнее о том, как создавался спектакль, его режиссер Катерина Климова рассказала в программе «Актуальное интервью». Много пришлось отработать над сценарием? Да, над сценарием очень много. Очень много литературы пришлось перечитать, потому что сначала я хотела положиться на художественную литературу. И думала, так будет проще что-то взять, какой-то уже написанный красиво эпизод, да, и поставить его. Но не тут-то было. То есть, чтобы показать именно всю боль, всю отвагу, все, что происходило в те ужасные годы, пришлось именно сделать материал историческим, документальным. С диалогами мне помогал мой соведущий. Можно это вырезать? С диалогами мне помогал мой коллега, друг и бессменный ведущий Денис Семяшкин, потому что, особенно с мужскими диалогами, даже то, что я вычитывала в книгах и вставляла, нужно, чтобы это было все вживую, так сказать, не наиграно. То есть, как будто ты разговариваешь с собеседником. И он мне в этом очень помог и написал многие диалоги для этого спектакля. И огромную работу, конечно, сообща проделала еще один хореограф-постановщик, это Светлана Ивина. Ее коллектив, ее девушки, они полностью погружают зрителя именно в образные спектакли. То есть, они показывают это все через какие-то художественные средства, через танец, через... Символизма, да? Символизма много, да. Очень много, и они это, как никто, прочувствовали, поняли меня. И очень быстро все схватили и сделали нас. Всемирный день туризма в Ненинском округе отметят велопробегом. 7 октября пройдет третий ежегодный туристический кросс-кантри – осенний марафон. Трасса представляет собой участки с проселочными дорогами, песком, лесом, различными подъемами и спусками. Заезды будут проходить в четырех возрастных группах. Участники 10-12 лет проедут 5 километров, 13-15 лет – 10 километров. Юношам и девушкам 16-17 лет нужно будет преодолеть 20 километров. А четвертой группе, в которую войдут мужчины и женщины старше 18 лет – 30 и 20 километров соответственно. Победители и призеры осеннего марафона определяются по лучшему времени в каждой возрастной группе. К участию приглашаются все желающие. Старт состоится в 11 утра на проселочной дороге в районе Безымянного озера. Регистрация участников начнется на месте за час до старта, а общий сбор запланирован в районе метеостанции в 9.30 утра. Велопровед проводится в округе третий год подряд. Организаторы мероприятия – Центр арктического туризма и Клуб любителей лыжного спорта. И на этом пока все. Новости вы можете увидеть и на нашем сайте. Адрес trksever.ru Далее смотрите прогноз погоды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова